Пять побед в шести матчах первенства, из которых четыре с крупным счетом при двух пропущенных мячах. Три победы в Кубке страны, в том числе две на выезде. С такими показателями любой почувствует себя первым парнем на деревне. Футбольный клуб «Саранск» выдал многообещающий старт сезона, так что уже после семи туров болельщики, да и сами футболисты, поверили, что второй дивизион можно будет взять нахрапом. Не буду лукавить, я думаю, что мы вообще здесь самая сильная команда сейчас. Тут вполне реально занимать первое место, мы к этому, наверное, и стремимся. Домашняя игра с московской родиной заставила «Саранск» спуститься с небес на землю. Гости полчаса осваивались на непривычном для второго дивизиона сорокатысячнике, после чего выстрелили дуплетом на 30-й и 33-й минутах. Оба раза «Слабину» дал правый фланг обороны хозяев. Особенно красивым получился неберущийся выстрел лидера списка бомбардиров турнира Никиты Голдобина. Оправиться от такого двойного удара «Саранск» не смог. Причем оцепенение, видимо, распространилось и на тренерский штаб, который не стал делать замен в перерыве. В результате начало второго тайма вновь ознаменовалось двумя голами с интервалом в три минуты. Оба раза мяч ворота Шибанова отправлял Владислав Морозов. Беру ответственность на себя, потому что, наверное, я что-то не так сделал, не донес до ребят, что мы играем с лидером, с командой, которая ставит задачи в этом сезоне выхода ФНЛ. Может быть, неправильно составил тренировочный микроцикл. Но, конечно, от индивидуальных ошибок тоже никто не застрахован. Тройная замена, произведенная хозяевами уже при счете 0-4, особого влияния на игру не оказала. Родина хладнокровно довершила разгром «Саранска» на 70-й минуте, окончательно отправив хозяев в нокаут, а заодно напомнив бессмертный хит группы «Чаев» 5-0. Ну, честно говоря, неожиданно готовились к «Саранску», смотрели матч, просматривали последние. Команда достаточно показывала хороший результат, тоже уверенный. Ну, думаю, мы сегодня, наверное, выиграли, скорее всего, настроены на игру еще, к тому же. Потому что мы знали, что игра будет тяжелая, соперник хороший, ребята многие поиграли в ФНЛ. Но, я говорю, сегодня у нас, вот видно, по настрою мы сегодня, наверное, переиграли. И от этого и в игре все сложилось. В текущей турнирной таблице положение «Саранска», как это ни странно, не пошатнулось, горожане сохранили за собой вторую строчку, позволив настичь себя по очкам коллективам из «Строгино» и «Химок». Родина ушла в отрыв на 5 очков, но при этом сыграла на один матч больше. Реабилитироваться за домашнее фиаско дебютантам 2-го дивизиона предстоит теперь в Подольске, где 10 сентября состоится матч с местным «Пересветом». Редактор субтитров А.Семкин